В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анны Пилипет. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Конструктивный диалог. Заместитель губернатора региона Сергей Морозов провел встречу с бизнес-сообществом. Интерактивные площадки, зимние забавы и соревнования. Традиционный день снега прошел на лыжной базе. Далее расскажем обо всем подробно. Рассказать о проблемах и получить ответы на свои вопросы из первых уст смогли предприниматели региона. Заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов провел встречу с бизнес-сообществом. На ней присутствовали и представители от Сарова. Подробности далее. Рассказать о проблемах и получить ответы на свои вопросы из первых уст смогли предприниматели региона. Заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов провел встречу с бизнес-сообществом. На ней присутствовали представители министерств, общественных организаций, а также уполномоченный по защите прав предпринимателей Нижегородской области Павел Солодкий. Депутат Саровской городской думы Петр Смирнов поднял на встречу вопрос создания в городе благоприятного инвестиционного климата. Он отметил, что нерезиденты Сарова в силу особенностей статуса закрытого административно-территориального образования не имеют права свободно приобретать коммерческую недвижимость. Процедура проходит через длительное согласование в органах местного самоуправления и нередко заканчивается отказом. Очень сильно страдает инвестиционная привлекательность, в первую очередь, нашего города, в связи с тем, что, во-первых, бизнесу внутри города сложно планировать строительство коммерческой недвижимости, потому что круг потребителей внутри города достаточно узок. А привлечь новых инвесторов со стороны из-за забора, будем ли так, не представляется вопрос, потому что непонятно, будет получено указание или все-таки будет даже разрешение. Поэтому у меня предложение к члену правительства, а все-таки поддержать бизнес, бизнес закрытого города, и посмотреть с точки зрения предпринимателей на те проблемы инвестиций, которые у нас в городе существуют, уже достаточно продолжительных лет. Я не думаю, что будут значительные поспорения, главное, чтобы не было больше ограничений, так скажем. Все-таки на практике, могу сказать, когда мы сопровождаем застройщиков подрядных организаций по большому счету, вопросы согласования происходят достаточно быстро и эффективно. Вопрос, насколько заинтересована в этом администрация, и это, конечно, опять же вопрос к органам местного самоуправления, к органам власти, которые и имеют в том числе ключевые показатели эффективности своей деятельности, это инвестиционное развитие инвестиционных клиентов. Директор компании «Саровинвест» Вадим Сайгин рассказал заместителю губернатора о сложностях, с которыми сталкиваются предприниматели «Сарова». Так, например, городские власти игнорируют федеральный закон номер 58 от 14 марта прошлого года, который установил за арендаторами земельных участков право продлить договоры аренды на три года, независимо от оснований заключения данного договора аренды, наличия или отсутствия задолженностей по арендной плате. Но администрация города Сарова не только отказывает в праве продления договоров аренды, но и в одностороннем, вне судебном порядке пытается их расторгнуть. Тему поддержал депутат Петр Смирнов, спросив, не планирует ли правительство региона вернуть себе полномочия в сфере земельных и градостроительных отношений, которые не так давно были переданы муниципалитетам. Я знаю, что проблема наболевшая, и уже накопительный эффект от нее касается, наверное, всех жителей Сарова. И эту проблему точно так и ставить нельзя. Поэтому в ходе обсуждений, это крайняя мера, наверное, когда поднимаем полномочия. То, что касается всех проблем, связанных с земельными отношениями и с градостроительной мутацией, ну, какая-то вакханалия. Я, наверное, по-другому-то не назову, то, что там происходит. Но точно такого быть не может и не будет, я вас точно уверен. Если для этого нужно будет поднять полномочия, но в регионах и саним это будет, ну, мы понимаем, как это делается. Это достаточно быстро, эффективный механизм контроля за дальнейшим развитием территории. Сергей Морозов рассказал, что при правительстве региона действует еженедельный штаб по организации градостроительной политики в области. Вопросы Сарова рассмотрят на этом штабе. Кроме того, замгубернатора предложил организовать личную встречу, на которой будут присутствовать представители профильных ведомств, руководство компании «Саровинвест» и представители Саровской администрации. Я могу предложить вам два формата. Либо формат личной встречи в кабинете, либо формат, если вопрос системный, вы видите, что это касается не только вас, и не только в отношении вашей организации. Мы можем рассмотреть вопрос на штабе. И какие-то решения они принимаются, фиксируются по протоколу. Эти решения обязательны для всех членов штаба. Таким образом мы помогаем, с одной стороны, и муниципалитетам, и сопровождаем методологически. С другой стороны, решаем спорные ситуации, в том числе с предпринимательским сообществом, если такие спорные ситуации есть. Встречу замгубернатора, представителей «Саровинвеста» и администрации планируют провести в течение ближайших двух недель. Цены на молочную продукцию и овощи выросли в магазинах Нижегородской области в декабре прошлого года на 0,7-0,9%, информирует Нижегородстат. Также стоимость колбасы, мясных консервов для детского питания и рыбных консервов увеличилась на 1-3%, а репчатый лук, свекла, морковь и свежая капуста стали дороже на 12-17%. Кофе для нижегородцев стал дешевле на 7%. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Налог на доходы стал взиматься два раза в месяц. Законодательство обязывает работодателя удерживать подоходный налог и с аванса, и с заработной платы. По старым правилам удержание происходило только раз в месяц, а в расчет принималась общая полученная сотрудникам сумма. Таким образом, расчет НДФЛ теперь дробится, но итоговая сумма всей заработной платы у работника остается без изменения. Аномальное потепление придет в Нижегородскую область к концу недели, сообщают синоптики. В последние дни января температура воздуха в регионе превысит норму на 10-12 градусов. И поднимется до минус 3-5 градусов в среду. При этом к выходным в столице Приволжья и соседних районах снова похолодает. Органам дознания МЧС России 95 лет. Исторической датой становления дознания в пожарной охране советского времени считается 23 января 1928 года. Органы дознания МЧС России выполняют одно из самых сложных дел. Устанавливают обстоятельства и причины пожаров, определяя материальный ущерб и виновных лиц в произошедшее. Подробности их непростой работы в нашем следующем репортаже. Специальный чемоданчик – бессменный атрибут сотрудников органа дознания пожарного надзора. В нем хранится целая криминалистическая лаборатория. С его помощью дознаватель собирает материалы для дальнейшего расследования, поскольку далеко не всегда причина пожара лежит на поверхности. Обгоревшие конструкции и пепелищи для них могут свидетельствовать о многом, а найденный на месте происшествия провод быть красноречивее слов очевидцев. Выехали мы на место. Каждый пожар, пожар он по-своему особен. То есть мы находим очаг, причину, делаем протокол осмотра, опрашиваем людей, которые свидетели этого пожара были, то есть собственников, какой причинен материальный ущерб. После этого собираем весь материал и делаем либо отказом в возбуждении уголовного дела, либо возбуждаем уголовное дело. Абстрагироваться от горя людей, потерявших имущество, или что в разы хуже своих близких, руководствоваться только холодным рассудком, всегда докапываться до сути. Помимо спецоборудования дознавателю необходимы крепкие нервы. Александр Левкин пришел в Саровский пожарный надзор, в конце июля прошлого года. Работа порой испытывает на прочность, признается мужчина. Помогли быстро погрузиться в рабочий процесс, советы и помощь старших, более опытных коллег. Критив принял очень хорошо, все помогали ребята, какие вопросы я задавал, все мне рассказывали, объясняли. Но я думаю, что да, буду дальше идти, именно развиваться в этой сфере. Очень интересная работа. Случаи бывают специфические, они всегда разные, то есть нет каких-то однотипных вариантов. Они находятся в круглосуточной готовности к реагированию на нештатные ситуации. Пожары, сработавшие сигнализация или сигнал о ДТП, поступившие на 112. За ушедший год на вызов они выезжали 972 раза. И даже в свой профессиональный праздник остаются на посту. Исторической датой основания дознания в пожарной охране советского времени считается 23 января 1928 года. В этом году им исполнилось 95 лет. Хочу поздравить коллег, представителей органов дознания нашего ведомства с профессиональным праздником, пожелать им крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия. Хочу поздравить вас с праздником, с профессиональным праздником органов дознания. Хочу пожелать вам всего самого наилучшего, счастья, благополучия и успехов в дальнейшей карьере. Канал 16 присоединяется к поздравлениям. Шестерых пьяных водителей задержали сотрудники ГИБДД Сарова на минувшей неделе. Из них четверо отказались от прохождения медосвидетельствования. Еще шестерых оштрафовали за проезд на Красный. Также в городе произошло 9 ДТП с материальным ущербом. В одной аварии пострадала саровчанка. И снова мошенники. После кратковременного затиши саровчане вновь стали попадаться на удочку злоумышленников. К уже привычным схемам развода добавляются новые способы обмана. На мобильный телефон заявителя позвонил неизвестный и представивший сотрудник ФСБ России предложил мужчине поучаствовать в поимке мошенников. Под предлогом проведения указанных мероприятий, неустановленное лицо путем обмана и злоупотребления доверием убедило мужчину продать принадлежащему автомобиль Toyota Hilux. Полученный от продажи деньги, звонивший предложил перевести на указанные банковские счета. Саровчанин, поверив, что ему звонят из силовых структур, выехал за пределы города, продал машину незнакомцу, а потом через банкомат перевел на счета мошенников 650 тысяч рублей. Еще одной жертвой аферистов стала жительница города, решившая торговать на площадке интернет-магазина. Женщина решила торговать в одном из интернет-магазинов, написала в техническую службу сайта, чтобы обговорить данный вопрос. В это время неустановленное лицо, присылает ей сообщение о том, что нужно внести предоплату в сумме 30 тысяч рублей. Выслал ей ссылку для оплаты, женщина прошла по ссылке, оплатила, и на этом все. На лыжной базе для сыровчан прошел традиционный день снега. Для любителей активного отдыха подготовили множество площадок на свежем воздухе. В рамках зимнего праздника прошел городской фестиваль снежных скульптур «Арт-елка». Веселые соревнования, лыжные состязания и интерактивные мероприятия. Наша елка непростая, наша елка игровая. В рамках городского фестиваля снежных скульптур «Арт-елка» на дне снега ученики второго класса центра образования сделали елку-забаву. Через специальные тоннели на ней можно запускать шарики по спирали. Снежную фигуру украсили конфетами, игрушками, загадками и разноцветными лентами. Ученики вместе с педагогами и родителями водили вокруг новогодней красавицы хороводы и согревались горячим чаем с сушками. Придумывали долго все вместе с классом, с родителями. И вчера пришли, собрались и сделали все вместе, и детьми тоже, естественно. Посмотрите, сколько у нас в классе собралось сегодня и родителей, и детей. И люди не пожалели своего выходного ради того, чтобы вместе всем побыть. На самом деле это очень классно, и настроение создает замечательное. На лыжной базе пестрили разноцветными красками и другие оригинальные и функциональные снежные скульптуры. Воспитанники детского сада номер 40 сделали елку-кормушку для птиц, и каждому желающему раздавали памятку, чем можно кормить пернатых зимой. Традиционный день снега – ежегодный праздник для саровских любителей активного отдыха на свежем воздухе. И взрослые, и дети могли найти здесь для себя увлечение по душе. Футбол в валенках, хоккей с мячом, брумбол, семейные конкурсы, квесты и активности. А для спортсменов прошел Кубок города по лыжным гонкам в разных возрастных категориях. На Дне снега первую акцию добрых дел провели педагоги и волонтеры Центра внешкольной работы в рамках нового российского движения детей и молодежи «Движение первых». Движение это нацелено на то, чтобы оказывать помощь, поддерживать в том числе и разные категории ребят. И вот такую эстафету добрых дел они начинают именно сегодня. Тем, что предлагают горожанам вместе с ними поучаствовать в этих игровых площадках и в этой программе, которую они предлагают. Стрелецкий городок молодежного объединения «Армир» традиционно собрал вокруг большое количество мальчишек. Кроме исторических фотозон и фехтовальной площадки, для гостей праздника подготовили и кое-что новенькое – настоящие выстрелы из пушки. Пушка сделана специально для фестиваля исторической реконструкции и ролевых игр. Она сделана из алюминия и пластика, оружием не является, но при этом очень громко и красиво бабахает. В качестве заряда используется холостой патрон 7-62 для винтовки Мосина, светошумовой. Ну, в качестве заряда, если есть желание, то стреляем теннисным мячиком. После лыжной базы передала эстафету «Дня снега», «Нокоток и кар», хоккейную площадку «Сокол» и «Ледовый дворец». Светлана Юрунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Там же вы найдете все информационные выпуски, авторские программы. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!